Привет, друзья! У меня сегодня мой драгоценный друг, профессор Александр Полилов, который много лет работает в Институте машиноведения Академии наук. И сейчас он пришел ко мне в гости, а я его спрашиваю, «Сашуля, ну я могу так, потому что это мой друг». Чего ты так нарядный такой? Нарядный, как бы не рабочий. Бабочка, я думал, ты там доклад делал какой-то в институте, или там у вас что, конференция проходила? Нет, не тот доклад. Сегодня был госэкзамен в Политикиническом университете в Московском. И там 21 человек сдавал госэкзамен. Ты у них принимаешь, да? И меня, ну там даже 10 человек, сидит профессоров, меня поставили ведущим. Так. Почему? Ну так, не знаю. Короче, сдавали экзамен плохо, и вообще это ужасно. То, что происходит с образователями, это ужасно, потому что дают планы по набору магистров. Магистров взять негде, они не хотят учиться. Их берут из парикмахеров, из культурного университета. Вот такой парень пришел. Они ничего не понимают вообще. Ну 3-4 понимают, вообще ничего не понимают. Вы смотрим, у вас волосы дыбом, понимаешь? И они почти все получили тройки, ну двойки ставить как-то неприлично. Ну понятно. Ну их набрали, бог знает, даже если из другой кафедры берешь, то уже ты не понимаешь. Вот эти кафедры супрамата, это кафедры электротехники. Они, слово напряжение, одни понимают стресс, а другие напряжение, напряжение, напряжение вольт-эдж, то есть вольты. То есть они не понимают так много вообще. Подожди, подожди, я что-то не могу понять. Может я давно учился в институте? Ты давно учился. Да, да. Ты хочешь сказать, что сейчас выпускники института политехнического, да? Да. Они не знают, что такое. Объясняю еще раз. Для особо одаренных. Да, для особо. То есть есть бакалавриат, это 4 года. Их там учат более-менее последовательно. Они учат математику, теорию пробости, теорию пластичности. Что-то они там знают к концу. Я преподобаю механику разрешения, механику композиции. После этого из них, из трех человек, нужно набрать 20 планов, 20. Да. В магистратуру. А их нету просто. Их начинают брать откуда угодно, с улицы. Это вот женщина говорит, я в метро сейчас встану, буду набирать на этих самых шуклат. Ты елки-банки. Я декаюсь. И я тебе скажу больше, поскольку мы никого не боимся, и это уже сказали академики, большего вреда науке сделать нельзя. Это два огромных вреда науке. Это первое, вот это вот разрушение системы образования, первое. И второе введение библиометрических, наукометрических данных. Это просто сейчас написал Совет Старейшин, представитель Совета Старейшин Академии Наук, известный академик, автор 500 работ. Он говорит, это, ну больше его придумают вреда, чтобы разрушить науку нельзя. А что это? Первое, это значит, что все твои действия оцениваются по числу статей. Причем статей в зарубежных журналах. Первое, что мы делаем, мы лучшие работы отдаем в зарубежные журналы на английском языке. Мы не все можем прочитать, поскольку мы не все знаем так хорошо английский. И там даже специалист по-английски может понять 50 процентов, потому что это все специалисты. Второе, это журналы не очень ты купишь, они дорогие, по 200, 300 долларов. Ну никто не знает об этом. И мы посылаем туда. Второе, мы объединяем свои журналы, то есть лучшие статьи мы посылаем туда. И третье, поскольку нужно число статей, значит, статьи разбиваются. Есть хорошие статьи, а давай с нее делаем три. Нелогичных, не связанных. Это самое в милиции или в полиции было. Раскрываемость, статистика раскрывает эффективность. То есть вам тоже, как ученые... Вот в этом все и дело. То есть это действие, кто там чиновник в Академии, то есть в Министерстве. Они придумали одну реформу, сделали ЕГЭ, разрушили все образование. Потом сделали вторую реформу, еще 15 лет. Понятно, то есть фарисейство такое. То есть фарисеи, потому что для них блюдение закона, блюдение формы важнее содержания. Хуже сделать для науки образование, это придумать нельзя. Я не знаю, что можно еще придумать, что все это разрушить. И мы это все видим, вот сегодня видим. А ты знаешь Легасов Академик, ты, конечно, знаешь, это... Покончил с собой, после расследований Чернобыльской аварии. Он сказал, на плечах Пушкина и Достоевского мы подняли Гагарина в космос. А сейчас вот из-за того, что разрушается... Ну, короче говоря, если уроки про Пушкина и так далее уничтожат, то весь наш прогресс и технический будет уничтожен. Потому что это все связано. Слушай, Саш, ты мне скажи такую вещь. Я тоже хотел тебе представить нашим друзьям всем по школе Homo Futurus, человек будущего. Во-первых, ты там и в книге главу нам помог сделать, физики и лирики. То есть там о том, что творчество, оно универсальное. Вот ты у нас доктор наук, профессор известный, много монографий написал. Занимаешься композитными материалами. Это же совершенно далекая от поэзии история. И при этом ты пишешь прекрасные стихи, от которых я просто обалдею. И всегда вот на дне рождения, когда мы встречаемся, я тебя прошу, Саша, прочитай. Про бревно. Про бревно, да. Про бревно мы уже читали. Но я продолжу мысль, раз у нас интервью. Значит, дело в том, что там после защиты было небольшое чайпитие, 50 лет одной очень хорошей даме. И мы решили подарить ей такой оригинальный подарок. Мы купили матрешку, матрешку встали матрешку, матрешку встали матрешку, а в середине встали золотое колечко. И все это, значит, подарили, и я сопровождаю это стихотворением, которое я давно, правда, придумал, что иностранцы всего света любят куклы покупать. И надеются при этом бабу русскую познать. Пусть матрешки покупают, тратят доллары, фунты, а про всего другое лучше будем знать лишь я и ты. А дальше начинается скорлупку за скорлупкой, ты мель снимаешь, и кажется, что все лучше ты женщин понимаешь. Но все-таки суть женщины поглубже обретается, в той самой сердцевине, что вообще не открывается. Вот ты молодец, сколько вы, браво, браво. Ну, браво, профессор, видишь, суть женщины, только российский человек поймет российскую красавицу. Когда она увидела это колечко, и вдруг золотое колечко с бриллиантиком такой. Как ты все-таки сумел уехать оттуда с такого интересного мероприятия ко мне? Ты что сказал, поехал? Нет, я сказал, мне надо к доктору, поэтому я ни капли не принимаю. Покушал немножко, водичку, много воды пил там. Вот, а потом я говорю, я к доктору, она говорит, что у вас с желудок болит? Да нет, я говорю, так... Ключо, ключо, ключо ударил. Ну, так, на нервной почве. А какого он говорит, говорю, Хасаеву, и вдруг весь этот стол, там человек 10, говорит, это же известный ученый Хасаев, кто вы такие, ребят, вы студенты. Слушай, а они не могут сдать на бакалавр, на экзамен, где сюда живут? Да, но знает, что такое Хасаев. А Хасаев знает. И тут же молодежь натыкала на своих компьютерах, говорит, да вот же он, Хасаев. Надо просто тогда, Альда, просто почему, я знаю ответ на этот вопрос, просто мое имя очень редкое, редкое, наберешь в гугле Хасаев, сразу ей выскакивает. Правильно, выскакивает, но есть еще 40 книг, которые ты написал. Ну да, 20, 20, ну ладно. Ну ладно, друзья, до встречи. Итак, Павилов, желаем вам здоровья, счастья, еще большего и большего научного достижения. До встречи.